Дорогие друзья, я хотел бы пригласить вас на семинар «Подари ребенку папу». Этот семинар рассчитан на молодых и будущих пап, на тех мужчин, которым еще не поздно. Им не нужно исправлять ошибки, которые уже были сделаны, не нужно исправлять огромное количество погрешностей, восстанавливать разрушенные отношения и делать другие шаги, которые по большому счету не особо и помогают. Ведь на самом деле болезнь легче предупредить, чем лечить. К великому сожалению, огромное число молодых отцов думают, что с легкостью справятся с той задачей, которая перед ними стоит. Когда я был молодым отцом, мне казалось, что абсолютно все, что у меня впереди в отношении с моими детьми, в отношении моей семьи, это в принципе достаточно простая и легкая задача, с которой я без каких-то больших усилий справлюсь. Сейчас, через 20 с лишним лет, я совершенно иного мнения. Те ошибки, которые были совершены, по большей части уже не исправишь. Многие вещи уже случились и уже с этим ничего не сделать. И мне хотелось бы поделиться моим опытом, опытом других отцов, в том, как не нужно поступать и чего не нужно делать. Этот семинар построен по принципу информативной рабочей группы. По большей мере, наверное, это некая конференция отцов, которые хотят быть не просто людьми, которые присутствуют, но и активно влияют. Мы разделили жизнь человека на условные 15 этапов и хотим поговорить в отношении каждого из этих этапов, что происходит в жизни человека в это время, каким образом и какие сферы личности формируются и каково влияние нас, как отцов, на наших детей в тот или иной период. Что мы должны делать и чего мы в обязательном порядке должны избежать в это время. Я хочу поделиться небольшой статистикой в отношении отцовства. Мы провели небольшой онлайн-опрос, в котором участвовало почти тысяча человек. Опрос среди подростков 12-18 лет. И вот что мы выяснили. Оказалось, что более 80% подростков не проводят времени со своими отцами. Более 80% опрошенных подростков не доверяют своим отцам. В случае возникновения какой бы то ни было проблемы в их жизни, они указали, что они не обратятся к отцу за советом и помощью. Почти 90% подростков намерены покинуть отчий дом при первой возникшей оказии, как только подвернется такой случай. Молодые отцы думают, что они вполне смогут этого избежать. И на самом деле это не так. В чем же причина? Что нужно поменять? Каким образом что-то изменить? Корень проблемы в одном простом слове – отсутствии. Может быть, отец присутствует в доме, он прилагается к дивану, к кухне или к каким-то другим сферам жизни в семье, но он не участвует в жизни собственных детей. И это самое важное. Великий советский педагог Макаренко в свое время сказал, что личный пример – это не главный способ воспитания детей. Это единственный. И наш семинар мы построили, основываясь на этом принципе. Мы будем говорить не о том, как воспитывать детей, как воздействовать, как дисциплинировать, а мы будем говорить о том, как являть пример, какой и почему это так важно. Семинар состоится 18 января в центре Минска, в удобном, хорошем помещении. Надеюсь, нам удастся создать достаточно хорошую атмосферу. Мы проведем два потрясающих часа вместе с вами. Регистрируйтесь, задавайте вопросы, пишите, не стесняйтесь любых вопросов. Это поможет нам подготовиться к семинару гораздо более качественно, пригласить нужных спикеров и обсудить те вопросы, которые актуальны для вас.